друзья мои всем привет сегодня я вам расскажу как можно сделать раскладку плитки если размер помещения в котором производится укладка всего лишь на пару сантиметров больше чем сама плитка как это сделать смотрим поехали так вот наше помещение размер данного помещения 182 сантиметра размер плитки 60 на 20 и при сложении трех плиток у нас получается размер 180 ну с учетом крестиков там зазоров то получается ну где-то принципе 180 и 5 и остается у нас полтора полтора сантиметра может чуть меньше вот такой вот зазор и если допустим полениться и не захотеть резать плитку изначально то можно потом конце вот такими вот карандашиками просто завершить работу ну кому-то это может и пойдет кто-то скажет да ладно что тут такой сантиметровый карандаш и принципе это ничего такого нет но задумайтесь то что если делать такие карандашики вы получается будете терять практически целую плитку то есть каждой новой плиткой вам придется отрезать вот такой вот карандашик и для того чтобы избежать вот такого маленького зазорчика я предлагаю сделать раскладку по-другому то есть мы начинаем не от края как это обычно делают мастера чтобы не париться и не задумываться просто лепим как есть раз два три и все ну а там что придет то придет я предлагаю сделать как так как размер у нас комната 182 сантиметра то нам нужно будет сделать раскладку от центра то есть шов мы сделаем по центру вот так и теперь получается что сумма наших двух политик будет 120 сантиметров напоминая размер кому что здесь два сантиметра и у нас остается где-то 62 сантиметра и эти 62 сантиметра мы смело делим пополам 32 31 с этой стороны 31 с этой стороны но конечно я сейчас делаю все без учета зазоров это группой такой расчет в общем мы сделали 31 сантиметр и так и такой момент многим могу сказать что вот мы отрезали 30 сантиметр 31 сантиметр от плитки вот куда девать вот оставшиеся вот 29 сантиметров то есть получается что матрица лет от а это все в отход нет отрезаем 31 сантиметр развернули этой же плитки закончили остаток с этой стороны также 31 сантиметр отрезали развернули закончили остаток получается мы ничего не теряем мы просто приобретаем дополнительные полтора сантиметра которые могли быть у нас вот здесь вот с краешку нашли мы эти полтора сантиметра и пошли делать раскладку от снизу с этой стороны с этой стороны и все у нас приходит сюда наверх одним швом то есть у нас по центру двери будет здесь такой один оригинальный шов все ничего такого не произошло мы ничего не потеряли единственный момент то что вот здесь сверху конечно нам придется немножко пожертвовать нашей плиткой но я думаю эти шесть плиток которые мы потеряем ничего с ними не произойдет остатки мы можем пустить в любое место в нашей ванной комнате тем более у нас здесь будут такие короба которые необходимо будет окладывать подрезками так что туда мы можем будем смело пустить эти куски ну либо если у вас нет таких коробок можете рассчитать именно как раз то место куда можно будет засунуть эти 29 сантиметров вот такая в общем раскладка как это будет происходить сейчас я вам покажу дальше в этом видео так что смотрите я думаю это полезная информация для тех кто ломает голову как сделать раскладку и чтобы не остались вот такие вот маленькие полуторасантиметровые подрезки ну иногда даже получается что еще меньше подрезок остается там где-то буквально 5 миллиметров и кто-то пытается просто силиконом либо штатиркой затереть вот эти вот пол сантиметра ну получается шов будет такой большой некрасивый поэтому всегда лучше сначала подумать разложить предположить как это все будет в дальнейшем выглядеть сделали замерили поняли что все будет правильно все будет красиво и начали раскладку поехали а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok